И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что у нас, Ева на очереди. Сегодня я вам расскажу, как я нашел энное количество предметов в хранилище, их поточил. И также расскажу о судьбе подарков, которые выдавала Инова на первые майские праздники. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения! Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эльмараден и твое сердечко. Сразу два новых класса. Надежный танк Божественный Хромовник и Повелитель Стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки. Дальше, больше, успей подготовиться. Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме. Ну и после заточки с твинков у меня, естественно, понаоставалось много итемов, которые я в этой самой заточке не использовал. Я предлагаю сейчас все это дело забрать. А пал мне, по-моему, не нужен будет. И попробовать, хотя нет, нужен. И попробовать просинтезировать, так скажем, накопленные вещи и накопленные остатки всяких итемов. И посмотреть, что из этого у нас может получиться. Ну, купон на доспехе мне не нужен, потому что точек у меня все равно для доспехи нет. Напоминаю, если вдруг вы не смотрели серию с твинками, что мне удалось сделать третий циркон. Мне удалось также апнуть Игниса, но это ненадолго, потому что мне его дадут восьмого. Но самое главное, мне удалось апнуть венец на пять и пояс на пять. Это, мне кажется, самое главное. И все остальное, все остальные удачи и успехи меркнут на фоне вот этих двух итемов. Ну и давайте пробовать, что у нас здесь, собственно говоря, есть. У нас есть венец, подвеска. Вот давайте начнем с подвески. Тот самый любимый прям синтез, о котором стоит говорить. Вот первая подвеска вернулась на родину. И можем попробовать сделать опал. Опал есть второй, но, к сожалению, больше его ни с чем не скрестить. Коралл не заходит у нас. Пробуем троить ониксы. Есть оникс второй. Следующий уровень. Тут подсказывает, что можно сделать на третий. Есть третий, замечательно. Попробуем на четвертый. Есть четвертый, это прекрасно. Тогда быстренько прям по фасту снимаем свой. И будем пробовать троить на пять. Поехали. К сожалению, приехали. Жалко, четвертый не зашел на пять, но шанс был, это здорово. Так, пробуем тогда цирконы. Циркон становится вторым, но, к сожалению, мне его больше не с чем цирконить. А вот шпинелька есть. Шпинелек у нас всего лишь, конечно, три штуки первых. И тоже, а нет, есть вторая вроде. Пробуем на три. Нет, к сожалению, уже так же, как с ониксом, не получилось. Можно попробовать янтари еще, конечно, поскрещивать. Но это уже такое себе, потому что янтаря у меня вообще никакого нет. Да и, в общем, закидывать его так же некуда. С камнями мы закончили. Больше мне не с чем их синтезировать. К сожалению. Шпинель у меня четвертая. Циркон так и не удалось сделать повыше левелом. Поэтому мы на это дело все забываем. Кстати, еще сундуки новобранца с зачисткой можно открыть. Получили кучу кристаллов. Ну и давайте переходить к более интересным вещам. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть небулы. У нас есть пояса. Пояса, которые я получил с куба. Ну и есть еще маска пробивания и венцы героя. Ну давайте вот это все пооткрываем и сейчас прям в массовую закинем для того, чтобы было красиво. Потому что, ну когда красиво, это красиво. Пробуем сразу на 3. Давайте прям по жесткому. Посмотрим, что из этого вообще зайдет хотя бы на 2. Даже маска зашла на 2. Удивительно. Даже маска зашла на 3. И 3 небулы. Ну давайте попробуем теперь немножечко подурить рандом. Пробуем небулу точить. Небула ломается. И пробуем после слома небулы попасть в 35% маски. И не попадаем. Ну жалко. Конечно маска на 4 было бы неплохо. Она там дает мощность умений. Зато как мы попадаем в 35% с небулой, это просто можно позавидовать. Есть четвертая, но у меня уже есть пятая. Есть пятая и пробуем на 6. Сразу гнать, почему бы нет. Есть шестая. Меня это устраивает. Снимаем с себя пятую. Шестую ищем в инвентаре. Надеваем ее обратно. И давайте пробовать теперь свою шансом 35% гнать на 6. Она ломается. Ну естественно. Это как бы ожидаемо. Так, талика фадена у нас кстати мало всего лишь один. Плащ тоже один. Так, давайте вот так вот сделаем все. Я хочу чтобы потом было... А, сундук с талисманом скорости плюс 4 здесь лежит, оказывается. Оказывается. Кстати, здесь еще у меня есть один агатион. Я совсем забыл про это. Надо было его тоже как-то... Давайте радость попробуем. Радость прям хромает. Так, про хромающую радость я вспомнил. Но вот я почему-то забыл еще про купоны на выбранный драгоценный камень. Но это мы сейчас исправим. Итак, давайте наверное начнем. Ну скорость я пока не вижу смысла прям сюда закидывать. Так, радость. Талики вот эти вот давайте. А скорость мы потом так жмыхнем. Ну давайте так же на 3. По классике посмотрим, что из этого доживет до 3. Ух ты, всего лишь одна ева пока сломалась. Это прям удивительно. А вот, вот это уже, да. Это уже больше похоже на правду. Давайте пробовать талик Адена на 4. Не могу я с таликом Адена никак совладать. Он постоянно ломается. Я не знаю, что надо сделать, но он не хочет затачиваться. Зато у нас заточилась радость. Снимаем свою радость. И будем пробовать свою радость затачивать дальше. Итак, четвертое. Давайте тогда предыдущую радость шансом 50%. Попробуем заточить на 5. Но она ломается. А теперь можно уже и подломать талик скорости шансом 35%. Вот теперь, да. Теперь обидно, конечно. Я надеялся, что все-таки повезет. Пятая-то скорость у меня есть. И у нас, в принципе, остаются, давайте, купоны, про которые я вспомнил. Мне нужны как раз, что у меня больше всего хромает. У меня циркон хромает. И, в принципе, вот, конечно, у меня есть еще и камни другие. У меня есть шпинельки. Но на пятый камень я пока не хочу прям засматриваться и заглядываться. Поэтому, я думаю, мы с вами обменяем просто первые ларцы. И возьмем 10 всего лишь. Ну, давайте 10 цирконов. 10 цирконов и посмотрим, сможем ли мы сделать четвертый циркон. С тем учетом, что у меня еще есть небольшой запас этих самых цирконов. Ну, конечно, таким синтезом будет тяжело это сделать. Но мы будем пробовать и будем надеяться, что нам прям сильно повезет. 5 вторых есть. Давайте пробовать третий делать. Фейл, еще один фейл, еще один фейл и еще один фейл. Ну, по-моему, прекрасно. По-моему, классическая ситуация. Каждый с такой сталкивался. Нормально. В общем, да. И давайте теперь 15 таликов власти пробовать точить. Их я умудрился нафармить в садах. Те три штуки до этого также. Давайте пробовать. Здесь будет красивая такая простыня. И надеемся, что что-нибудь из этой простыни зайдет на три. Ой, как хорошо в 40% попадается. Замечательно. А сейчас? А вот сейчас попали в 40% только не в ту сторону. Ну, и всего лишь один у нас остается. Талик плюс третий. И он, конечно же, ломается. Да. Я все-таки надеялся до конца, что он не сломается. Но нет. Чудо не произошло. Ну, и осталось у меня немножко еще ЛС. Можно попробовать ЛС потыкать в бижу. Куда-нибудь. Вот сережку можно тыкнуть за 900 тысяч. Конечно, дорого. Но хотя бы попроще. Из атака плюс 40, МП плюс 7. Ну, ладно. Пусть хотя бы так. Хотя это, конечно, такое себе. Так. В пятом кольце тоже нет ЛС. Давайте сюда закинем. Маг Атака, кстати, нормально. Ну, хоть какой-то бонус нужный. И у нас есть три ЛСа, которые можно либо в маску, либо в пояс, либо в венец. Но я думаю, что вы понимаете, что мы во все закинем по ЛСу. Так будет логично. Маг Защита, Маг СХП. Понимаю. Дальше у нас пусть будет маска. Здесь у нас будет из интересного МАКС МП физзащита. Ну, пойдет. И венец у нас что выдаст интересного. МАКС ХП плюс 150, физзащита плюс 15. Конечно, не самые лучшие ЛСы, которые можно было достать в этой замечательной игре. Но хотя бы что-то, хоть какой-то минимальный буст даже был получен просто вот практически бесплатно. Итак, а вот и подъехал 83-й только-только в ап. Ну, конечно, если считать относительно топов, которые у нас сейчас есть, это ни о чем здесь 87-е левела. Но все равно для меня это хоть какая-то вот новая ступень, так скажем. По скиллам здесь у нас ничего интересного не добавилось. Учить также нечего. Поэтому учить мы ничего не будем. Хотя нет, я думаю, знаете, наверное, есть все-таки... Нет, чуть-чуть подождем. Я еще сомневаюсь. Начнем мы с того, что теперь же у меня есть дополнительные статы. Мы можем спокойно сбросить мои статы. Мы это делаем. Делаем сброс. И теперь у меня есть 9 статов. 9 статов это значит, что я могу сделать себе МДР 40. А это значит, что я получу 50 шансов маг крита. Это очень много относительно того, что у меня есть. И я доволен. Хоть, конечно, маг атака просела, но лучше критовать чаще, чем бить чуть-чуть больше. Тем более, я всегда говорю, что маг атака в конечной формуле урона находится под корнем. И влияет на конечный урон меньше всего. Итак, с этим разобрались. Дальше у нас халявные подарки, которые в начале мая можно было забирать. Я их, естественно, все тут поназабирал. Самое главное, что нас интересует... Да, конечно, расходка хорошо. Свидки увеличения опыта, соски, банки. Это все однозначно классно. Но вот здесь еще есть купоны на призывы куклы. И мы это сейчас с вами все обязательно сделаем. Единственное, что вот давно, мне кажется, пора было добавить какую-нибудь кнопку, забрать все. Или, знаете, просто рядом с вот этими всеми предметами можно было сделать какие-то галочки, что ли, что вот конкретно я хочу забрать. Потому что, ну, прокликивать вот такое большое количество предметов как-то тяжеловато. Хотя, если вы скажете, что виноват я, так как я не забирал их сразу каждый день, а вот это вот накапливал, то вы тоже будете правы. Как бы никто меня не заставлял. Я это делал сам и вот теперь страдаю сам. Но это вот для конкретного удобства было бы неплохо получить такую вот функцию. Ну, вроде почти все мы уже забрали. Ну, кстати, купонов довольно неплохо вышло. Да и руды, я думаю, хорошо. Руды, купонов на опыт, банок. Вообще, прям здорово повыходило. Вон, по трофеям мы получили 4000 руды и 24 купона. Это здорово. Давайте крутить. Но перед тем, как крутить, мы с вами крутанем особое создание. Начнем с него просто потому, что вот мне так хочется. Итак, крутим. Ох, красота какая. Какой же мусор, а. Так, и здесь другого мы, к сожалению, ничего не прокрутим. Ну, и ладно. Итак, давайте теперь переходить к купонам. Просто результат призыва сделаем автопризыв. Ух ты, там что-то высветилось. Я думал, ну, может быть, мне сильно прям повезло. Но, по-моему, да, здесь ничего интересного выпасть не может. Здесь просто одна обычная кукла. То есть, все куклы, которые выпадают из этих купонов. Единственное, к чему можно, так скажем, их приплести, так это к синтезу. И в будущем только их просинтезировать и надеяться на какую-то удачу относительно этого синтеза. Если так, то ничего здесь интересного не выпадет. Но на халяву, почему бы нет, это нормальная тема. Потому что я уверен, что кому-то однозначно в синтезе повезет. Это, конечно, буду не я, но кому-то точно повезет. Итак, заходим в синтез. В синтезе у нас можно сделать аж, ух ты, кстати, немало. Ну, отдаем 600 тысяч и смотрим. А, жалко, здесь нельзя самому их прокликать. Ну, посмотрим результат. Понятно, даже ни одной зеленой. И еще разочек. Ну, дай зелень. Ой, спасибо. Кукла Кейн Демона какого-то. Я не знаю, кстати, у меня она есть или нет. А, нет, у меня нет. Сопротивление, отталкивание плюс 2%. Замечательно. Кукла как раз вот то, что я хотел. Но и вот, к сожалению, в синтезе больше у нас ничего здесь и не присутствует. И вот такой вот получился ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Вы не забыли поставить палец вверх. Не забыли подписаться на канал, если вы здесь впервые. В описании у меня есть ссылка на телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши на промокоды по 800 льмонет. И также в описании есть ссылка на сервера Евы и на все остальные версии, которые у нас есть на Офе. Еще и с бонусами. Поэтому регистрируя новый аккаунт, вы получаете дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну, а с вами был Душа Молодой. Желаем всего хорошего. Доброго, светлого, нефильтрованного или темного. Кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok